Два миллиона лет образовывалась Новоаконская пещера, площадью 50 тысяч квадратных метров. Си-си! Воспорение виднеется кусочки уголки голубого неба. Зрелище потрясающее. Добавьте к этому еще горную реку. Зрелище потрясающее. А итак, что посмотреть в Абхазии? Абхазия. ограничит Сочи, добираться недалеко отсюда. Для первого взгляда может показаться, что делать в Абхазии нечего. Конечно, переезжать жить туда не стоит, страна заброшенная, к сожалению, экономически очень неразвитая. Сказалась война, которая была за независимость в 90-е годы, но тем не менее интересных красивых живописных мест там предостаточно. Прежде всего, именно в Абхазии находится дача Сталина. Она построена, как и многие его дачи, по одному и тому же образцу. Архитектора, как вводится, сослали в ссылку, Сталин его репрессировал. Но дача выполнена как его рабочий кабинет, не покидает эти ощущения. Все очень скромно, выдержано в очень сдержанных тонах. Если действительно не обманывают гиды, и там все сохранилось, как и было при Сталине, то поражает его чрезмерная скромность. Наверное, и самым роскошным, что есть на этой дачи, это только, пожалуй, в центре зала, в центре столова, огромная кристальная люфта. И все. Все дачи покрыты зеленой краской. Сначала прокладывали дороги, потом строили дачные комплексы, а с правой стороны открылась аморома, на боке его холодная речка. Он был построен специально для служивающего персонала Сталинского комплекса. Иосиф Иосиф Иосифович знал, как достроить свои дачи. Он находится в очень удивительно красивом месте, открывается в Черное море, как будто оно не черное, а какое-нибудь океанское, очень красивый цвет воды. Кроме того, там именно в этой полосе растет очень редкий вид сосны, пицинская сосна, которая обладает какими-то там волшебными свойствами. Об этом говорят все ученые. Для того, чтобы она росла в определенном климате, нужен обязательно морской бриз. И вот там он присутствует. Это дача Сталина! Как Рудзинский, я не скажу. Всем привет! Это Бонни Журналиста, мы находимся в Абхазии. Детям наследство досталось 5 курительных трубок и 800 рублей на книжки, причем все на двоих. Субтитры сделал DimaTorzok Не секрет, особенно для взрослого поколения, что именно Абхазия считалась такой всесоюзной здравницей. Там считалось очень круто отдыхать. Знаменитая реплика из вам высвечивания профессии, что я не везет мне в Гагры. Город Гагры, это как раз расположение в Абхазии. Есть даже такой фильм «Зимний вечер в Гаграх», который также снимался там. В Гаграх, потому что их было две. Одна была «Новая Гагра» и «Старый город Гагра», которые затем объединили в светское время. Там высажены вдоль всей аллеи эвкалиптовые деревья. Сегодня это делает воздух также потрясающим. Очень красивый проспект. К сожалению, все уже находится в запущении. Когда-то это было сделано для того, чтобы избавиться от малярийного комара. Ну а сегодня это вносит свой колорит в эту местность. Вон неси тоже. Так, это дневниско привезли сразу. Ченахи. Так, сюда. Харчо кому? А где Ченахи Харчо? А это что? Это Ченахи. А что, почему Ченахи? Уха? Нет, мы потом на Ченахи перескочили. Уха дольше. Все понятно. Даже если вы не собираетесь приезжать на две недели в Абхазию в свой отпуск, так можно вполне провести один день на озерах, которые там расположены, очень красивые. Это Голубое озеро, это озеро Рица, а также это курорт, город Пицунда. Думаю, что Пицунда не очень сильно вас вдохновит, это совсем тупо Советский Союз, заброшенный и унылый немного. Там единственное, что может быть вкусная национальная еда, можно попробовать вино. Ну а так, в принципе, время проводить там не очень весело. Что касается Голубого озера, место крайне восхитительное. Очень жаль, что не хватило времени попутиться на Тарзанке, вдоль реки, там протыкает горная река. Мы находимся на территории Рицевского реликтового парка. Это Покорежья в Абхазии, двигается в сторону Голубого озера. Оно так названо не за своей ориентацией, а из-за цвета воды. Существует здесь такое старинное погерие, легенда, которая классит, что если умоется в этом озере, ты помолодеешь. Главное, не искупаться в нем слишком долго, чтобы не стать ребенком. Ничего, как известно, не бывает бесплатным, чтобы попасть к омолаживающим водам озера, нужно пройти через рынок, где тебя зазывают упробовать чачу, гранатовый сок, купить какие-то угощения, приправы, еще всякую ересь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы так зайти умытно, посмотрите, как я молодею на задах, но ноги отмораживают и спрашивают, что вода ледяная. Очень скользко, осторожно, осторожно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот мода в Абхазии, в Грузии. Очень жарко, ничего не видно, но чаще творится туда. Поражающее воображение места. Это каменный мешок, кавказские горы образуют какое-то такое замкнутое пространство. Ты оказываешься внутри при переезде с одного абхазского города в другой. Невозможно передать на видео, на фото, как ты себя там ощущаешь. Во-первых, кажется, что сейчас окудут на тебя эти горы. Во-вторых, ощущаешь их величие. Сюда маленькая букашка при этом чувствуешь. И где-то там на просвете вверху, где не станет их разъединения, виднеются кусочки уголки голубого неба. Стреллющие потрясающие. Поехали! Чапгарский карниз, 800 метров на уровне моря, зона смешанных лицов, оброс под нами 400 метров, налево под ягод. Мы проезжаем саморусское место на просвете. Горы наши растут, но растут они как попало, как они соблагорассудны, так они лезут поверх, то один, по другим бокам быстрее. Из-за того, что горы неровно, не одинаково поднимаются, меняется наклон, и реки были нуждны, если менять свои русы. Приблизительно 5 тысяч лет назад русло реки Евшары находилось около левого борта ущелья. И вот эти созданные шрамы, пещеры, поймите, дорожка, отмеченная ограждение, уходящая наверх, и весь поливший кузятор русло реки Евшары, текущий вниз. Из-за того, что... Еще одно живописное место в Абхазии, пожалуй, самое живописное, это озеро Ритца. Очень много картинок в интернете, которые вы видите с голубой красивой ледой. Это озеро, окруженное вокруг горами. Сегодня очень ярко солнце, поэтому пинать настолько голубая, как обычно, и настолько лазурного оттенка. Но здесь очень-очень красиво. Как гласит легенда, Ритца это была прекрасная девушка, которая очень красиво пела. Она осталась без присмотра своих старших братьев, ее бесчестье он бандит. Она превратилась в это озеро с красивыми чистыми иконами. Братья, это вот эти горные вершины, которые вы напитаете. Ну, а бандиты стали реками, которые питают это озеро. Отдельного внимания заслуживает абхазский город Новый Афон. Там стоит посетить два места. Прежде всего, это монастырь, построенный еще в X веке. Он уникален тем, что там, в отличие от православных церквей, где не предусмотрено сидение прихожан, есть скамьи, которые стоят в центре зала. То есть, это отличие католиков от православных. Получается, что в Новоафонском министерстве это такой симбиоз между католической верой и православной. Субтитры сделал DimaTorzok В X веке на этом месте монастырь основали древний храм монокольной совместности Новый Афон. Так и называется это место. Но уникально тем, что здесь вмещено христианский, вроде бы православный мир, посылы, иконы. Но при этом есть скамьи, которые характерны для католиков. Все это связано с тем, что место предназначалось для излечения тяжелобольных людей, а предполагалось, что им будет тяжело стоять на ногах. Поэтому до сих пор стоят католические скамейки, на которых можно присоединить всю службу. Абхазский язык очень сложно, но в нем очень много шипящих звуков, очень малогласных. Для наших восприятий это очень сложно. Имена запоминаются еще сложнее. Все-таки имя одного абхаза я запомнила. Это Гивисмыра. Именно он оказался таким смелым юнишем, который так давно спустился в нишу в земле, которая была давно на территории Нового Афона. Никто не решался исследовать, что же там под землей. Оказалось, что это огромная пещера карстового происхождения, которая тысячелетиями формировала природа. Дальше следующий спуск осуществлялся с геологами, с учеными. И в результате в течение 10 лет эту пещеру подготовили для посещения туристов. Сахарфолизы, как-то хладно. Садись я себе, что-то очень-очень. После адской жиры, которая преследует в Абхазии абсолютно везде, погружение в пещеру, что называется, это самое лучшее, что можно было придумать. Стоит 500 рублей на человека. Нужно взять себе теплые вещи. Специальный вагончик призван довезти нас на глубину. Какую точную, я не помню. Укажу, что-то тоже. Сегодня вы завершите увлекательных решений в мире сказок. Но прежде чем выставлять это то, что создала сама природа. Это гигантские залы, а также диковинные, надежные капельные образования, стологтиты, стологмиты и стологнаты, которые вы сможете увидеть в нескольких залах нашей пещеры. В целях сохранения пещеры зал Махаджира. В начале и в конце позапрошлого столетия с территории Абхазии в Турцию насильственным образом было выселено более чем 90% абхазов. И в память людям без родины, в память Махаджира назван этот зал. Субтитры сделал DimaTorzok Новоафонская пещера. Здесь громко говорить нельзя. Поражающее воображение зрелища. Мы находимся во втором зале. Он считается самым футбольным. Огромный мост. Идешь как будто в каком-то фильме Спилберга, не знаю, на поверхности планеты Марс. Не верится, что это все происходит на самом деле. И в очередной раз поражаешься, насколько красивые шедевры творит природа. Здесь отлично танцуются. Пещерного афонско-карстового происхождения. Открытая на Сарвентину недавно. Здесь сейчас пилеологи. И члены приготовлены для того, чтобы можно было сегодня отсозреть все, что мы тут видим. Играет народная абхазская музыка. Очень прикольно. Жутко холодно. Дышится тяжело. Но оно того стоит. Играет народная абхазская музыка. За моей спиной находит огромный застыкший водопад, поражающий воображение, как и все здесь. И еще несколько цифр. Два миллиона лет образовывалась новоафонская пещера площадью 50 тысяч квадратных метров объемом полтора миллиона кубометров. По размеру она занимает второе место после мамонтовой пещеры в Штатах. Пожалуй, на этом тур по Абхазии завершается, подходит к своему логическому завершению. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Будни журналистов продолжаются. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok